Список семей чеченцев. Список семей, где отец выполнял интернациональный долг. Социальный паспорт семьи непосредственно. Куча бумаг с персональными данными обнаружил обычный прохожий. Внимание мужчины привлекла стопка документов в зарослях. Необычная свалка образовалась вблизи учебного учреждения. Именно поэтому Евгений не прошел мимо. И как оказалось не зря. Выброшенные документы стали бы настоящей находкой для любого мошенника. Здесь и ксерокопии паспортов, снилсов, номера телефонов школьников и их родителей. И даже адреса, где они проживают. Персональные данные людей, которые так тщательно оберегают, охраняют, об этом говорят по телевизору, так легко и просто, просто выкидывают, как говорится, на помойку. Любой может воспользоваться всем этим плохих целях. Кто является хранителем важных бумаг, выяснить оказалось несложно, на документах стоят печати седьмой школы, а нынче восьмого лицея. Образовательное учреждение находится в нескольких метрах от того места, где была обнаружена находка. Но в учебном заведении объяснить, как оказалось, это кипа бумаг в общем доступе не смогли. Не знаю даже, как оно. Все разберемся, не переживайте. Нарушение закона о персональных данных налицо, считают юристы. Имея маломальские связи, посторонний человек может использовать копии документов в своих неблагих целях. Мужчина, обнаруживший базу данных школьников, несколько раз позвонил в Министерство образования, чтобы информацией никто не смог воспользоваться. И специалисты предприняли меры. Однако эту возможность предоставили Евгению. Мужчине самостоятельно пришлось отнести их в школу.